Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы с вами продолжим нашу беседу о Марине Цветаевой и вернемся к той части ее жизни, когда она оказалась в разрушенной Москве одна с двумя детьми, ожидая Сергея Ефрона, своего мужа, которого она проводила в Белую армию на Дон. Марина хотела вернуться в Крым, хотела вернуться в Коктебель, чтобы быть ближе к Белой армии и быть и с близкими ее людьми, Максимилианом Волошиным, его матерью, своей сестрой, но этому не суждено было осуществиться, потому что очень быстро единая страна разделилась на север и юг. Север красный, юг белый, и Марина осталась в севере, в столице северной России, Москве, в Красной Москве. В этой Красной Москве ее жизнь приняла драматические и порой трагические очертания. И если почитать книги, которые сейчас они изданы, а издана не одна книга, сводные тетради, записных книжек, писем, вот я сейчас покажу вам эти тетради, книги, Марина Цветаева, записные книжки, неизданные, сводные тетради, то, если читать все полностью, создается очень сложное ощущение личности Марины. Действительно вспоминаются и в связи с этим ее слова «меня надо вести» на разном. Очень разное ощущение. Несколько русла, если можно так говорить о жизни, определяет ее течение. И одно из них – это игровое начало. Она играет, она пытается отвлечься. Она к ней в ее дом в Борисоглевском переулке приходят актеры студии театра Вахтангова. Сама Марина пишет в это время драматические произведения, помимо стихов, пьесы «Метель», пьесы, посвященные Казанове. И вот эти пьесы, они поражают своей реставрацией прошлого, обращением к 18-му, как бы она говорила, веку. Почему? Это тоже закономерно. Среди разрухи Марина Ивановна обращается к тому, что прекрасно. И вот эти красивые пьесы, красивые порой игровые стихотворения, они тоже связаны со страшной жизнью разрушенного города, со страшной жизнью, которую вы видите на экране, это Москва того времени. Здесь Марина, по сути дела, пытается забыться. Она примеряет на свое измученное страданиями лицо разные маски, разные актерские маски. И отсюда столь сильная струя актерства. Вот, например, Марина пишет стихотворение Юрию Завадскому. Одному из актеров студии МХАТа, студии Бахтангова, потом известнейшему режиссеру. Вы столь забывчивая, сколь незабвенная. Ах, вы похожи на улыбку вашу. Сказать еще. С ладого утра краше. Сказать еще. Один во всей вселенной. Самой любви молодой военнопленный. Рукой челине. Вайная чаша. Друг, разрешите мне на лад старинный. Сказать любовь нежнейшую на свете. Я вас люблю. В камине воет ветер. Облокотясь, уставясь в жар каминный. Я вас люблю. Моя любовь невинна. Я говорю, как маленькие дети. Друг, все пройдет. Виски в ладонях сжаты. Жизнь разошмет. Молодой военнопленный. Любовь отпустит вас. Но вдохновенный. Всем пророкочет. Голос мой крылатый. О том, что жили на земле когда-то. Вы столь забывчивый, сколь незабвенный. Это очень красивые строки. Очень далеки от разрухи и того внутреннего горя, в котором находится душа Марины. Каждая ночь ей снится Сергей. И об этом тоже она пишет в своих записных книжках. Каждую ночь разговариваю с Сергеем. Помимо вот этих икровых стихотворений, именно в это время Марина пишет поэму «Лебединый стан», где она осмысляет историю России, судьбу белого движения и то, что будет потом. Мы с вами говорили в специальной передаче, посвященной «Лебединому стану» и истории царской семьи в жизненной и творческой судьбе Цветаевой о многих стихотворениях. Но вот здесь мне хочется привести одно, которое настолько контрастно звучит со стихотворением, посвященному Юрию Завадскому, которое я вам только что читала. Это стихотворение, написанное именно по ходу трагических событий, которые происходят в России. «Царь и Бог, простите малым, слабым, глупым, дерзким, шалом, страшную воронку втянутым, соблазненным и обманутым». «Красный зверь смирен и связан, зубья страшные поломаны, но за жизнь его затемную, да за удаль несуразную, развяжитесь теньку празина, родина. «Исток и устья, радость снова пахнет Русью, просияйте, очи тосклые, веселисье, сердце русское, царь и Бог, для ради празднику, отпустите теньку празина». Здесь жалость, конечно, несомненная к народу обманутому, втянутому в страшную воронку, соблазненному и обманутому. И четкое осознание того, что он соблазнен и обманут. «Первая годовщина октября, Москва», помета Марина Цветаевой. Тогда, когда написаны и эти стихи. И вот на фоне игры возникает сокровенная, глубинная, не возникает, а живет, продолжает жить, сокровенная, глубинная и очень серьезная. А игра – это и увлечение многими людьми, как мужчинами, так и женщинами. Записи Марины Ивановны испещрены рассказами о том, с кем она дружит, с кем она общается, в кого она влюбляется. И вместе с тем полное, постоянное присутствие Сергея, духовное присутствие в ее жизни. Как это может уживаться? Как это могло уживаться в человеке? Это вопрос, на который ответ я не собираюсь давать, который я ставлю часто сама себе и ответа на него не нахожу. Но это было именно так. Ну, может быть, здесь желание отвлечься от того страшного, в котором душа не может жить постоянно. А то страшное – это ожидание вести от Сергея. От него нет вести, от него нет писем. И вот, например, наряду с ее восторженными письмами Евгению Лану, Вышеславцеву в записной книжке Марины Ивановны встречается такая запись. Под заголовочек молитва. Господи, Боже ты мой, сделай так, чтобы я встретилась с Сережей. Здесь, на земле. Пошли, Господи, здоровья и долгой жизни Али. Спаси, Господи, Асю, Валю и Андрюшу. Спаси, Господи, Сонечку, Галидею и Володечку. Это самые близкие ей люди, Ася, сестра. Прости, Господи, все мои прегрешения. Благодарю Тебя, Господи, за все, если Сережа жив. Дай мне, Господи, умереть раньше Сережи и Али. Спасибо Тебе, Господи, за все. Аминь. И чуть ниже. Последний раз я имела вести о Сереже окольным путем, слухом 25 марта 2019 года в Благовещении. Год без недели тому назад. Спасибо, Бог. Спасибо, Март. Вчера столько счастьей. Утром прямое указание от Бога. Простил, но больше не греши. Потом письмо от Сережи. Вечером подкову от Али. Где-то украла. Вот до этого письма от Сережи долго-долго еще. Потому что это я забежала чуть-чуть вперед. Для того, чтобы показать, что Марина при всех ее увлечениях его ждала. Ждала тогда, когда писем не было. Еще одна запись, в которой она говорит, что я очень боюсь того, что в Москве уже кто-то знает, что его нет. Вдруг его нет. Вдруг он не жив. А я об этом еще не знаю. Вот в таком постоянном состоянии душа жить не может. И она, не находя внутренней опоры и твердого достаточно стержня. Конечно, здесь стержень мог быть только стержень веры. Вот Марина, не находя этого твердого стержня, она отвлекается, она развлекается не в смысле пошлого этого слова развлечения, а в смысле отвлечения от своей постоянной боли. По сути дела, все ее развлечения – это таблетки, которые пьет человек, у которого нестерпимо болит рана. А рана, очень глубокая, была еще одна. Мы говорили с вами о том, что у Марины родилась в 17-м году дочь Ирина. И судьба этого ребенка трагична. Сейчас мы найдем с вами изображение этой девочки на экране. Девочка, вот вы видите, старшая – Аля, а младшая – Ирина. Ирина была так же, как и Аля, вот она с внимательными глазами. Она была так же, как и Аля, отдана в приют в Кунцеве. Я обязательно сегодня вам зачитаю, воспоминала тоже фрагменты из записной книжки Марины о ее приезде в этот Кунцевский приют. Марина отдала туда своих детей совсем не для того, чтобы о них не заботиться, как могут подумать современные слушатели. И могут действительно подумать, потому что непонятно, как живая мать отдает детей сама в приют. Но дело в том, что в этом приюте была, как бы теперь сказали, гуманитарная помощь. В Москве был страшный голод. И Марине полагался паек, она числилась служащей. Небольшой паек ей полагался. Была она и как числилась и писательницей. Но, конечно же, это был очень-очень относительный паек. Она отдает своих детей именно потому, что там кормят детей. И это не детский дом. Это, ну, наверное, можно сравнить с лагерем, куда родители приезжают навещать своих детей. Именно для того, чтобы вот эти две девочки выжили, она отдает Алю Ариадну и Ирину в приют. Отдает не сразу, когда уже дошла до крайности, когда она понимает, что не может их прокормить. Вспоминает, что она кормила почти насильно Ирину, привязывая ее к кровати. Кормила пшеной кашей, а не ела. Вспоминает, как она плохо обращалась с Ириной. Алю она очень любила. А Ирину, как говорят, сестры Сергея и Фрона, она не любила. Она не умела с ней обращаться. Она постоянно была с Алей, потому что Аля, конечно же, была гораздо взрослее, умнее, одареннее. Но о чем здесь говорить, Ирина была просто еще совсем маленьким ребенком, с трудом говорящим. Ирину она привязывала к кровати и уходила вместе с Алей по делам. Вот все это пишут друг другу. Родственники Сергея и Фрона, знакомые. Все это они обсуждают, как, насколько Марина не любила своего ребенка. Это вопрос не наш, тем более, что есть и другие записи Марины Цветаевой, показывающие, что здесь не совсем так. Во всяком случае, Марина отдает в приют и ту, и другую девочку, навещает их. И в этом приюте она видит, видит, насколько им плохо. Но до конца поверить в это не может. Давайте послушаем ее рассказ о посещении приюта. Долго-долго добиралась до Кунцева. Вот оно, центро, так называлось. Станция, где нужно было выходить. Соскакиваю, благодарю. Тоска в животе была, стихшая от разговора с мужиком, превращается в тошноту, заставляя ноги идти. Красные столбы приют. О, Господи, все обмираю. Обмирает она от того, что она боится, застанет ли она в живых своих детей. Дом, лестница, запах сосны. Множество детей, никого не различаю. Умоляюще. Я к Алечке. И кто-то из детей, кажется, мальчик. Алечке хуже. Умер Алечка. Я уже наверху. У стены Лидия Константиновна, работница приюта. Хватаю ее за обе руки, почти что прижимаю к стене. Ради Бога, ради Бога, ради Бога. Скажите, правда? Да нет же, как вы испугались. Умоляю вас. Да нет же, они шутят. Так зря говорят. Да нет, умоляю вас. Правда шутят. Идемте же. Огромными шагами подхожу к Аленой постели. Бритая голова из-под одеяла. Протянутые руки. Жива. Аля, ты опять плачешь? Что с тобой, тебе хуже? Очень голова болит. И ухо болит. Ее кровать в углу между двух незамазанных окон. Бритая голова. Продула. Лежит в одной рубашке. Какой-то чужой. Сплошные прорехи. Мимоходом замечаю, что полный ничемыт. Да, она все плачет, все плачет. Вот и голова болит, говорит Лидия Константиновна. С трудом, вскрывая негодование, даю Але порошок хина. Все упрямилось, упрямилось. А потом послушалась, пошла, рассказывает воспитательница о том, как пошла на обед Аля. Помилуйте, там и завтрак дают, туманные картины показывают. Сначала она все твердила, что не хочет без ЕР писать. Так писала Марина по старой орфографии. Я ей говорю, когда еще дойдут до ЕР, а ты пока походи, посмотри картину. Еще чему поучись учителя хорошей. Это уже про школу. И Аля вся в слезах. Нет, я не ходила. Марина, только не верьте, я все время во дворе стояла. Аля не хотела ходить в школу, где преподают, она чувствовала, преподают, дают не те уроки, которым ее учила Марина. Аля заболела. Постепенно эта болезнь приводит к тому, что у нее температура поднимается до 40 с лишним градусов. Марина приезжает в приют и вывозит полуживую Алю. А потом следующий фрагмент воспоминаний Марины. Когда чуть-чуть Але стало легче, она зашла как раз в ту контору, где выдавали пайки и откуда ее направили в приют. И там она видит рыжую лошадь, кунцевскую лошадь. Ваша дочь Ирина умерла. Вы, госпожа Святая, спрашиваете, она говорит, да. И она слышит, ваша дочь Ирина умерла в приюте. Она умерла не от болезни, умерла от голода. Детей в приюте практически не кормили. Тот, кто заведовал приютом, оказался человеком глубоко непорядочным. И он все детские продукты забирал. Дети вылавливали крупицы-чечевицы из пустого супа. Она не поехала на похороны Ирины. Не поехала, с одной стороны, потому что была очень больна Аля, и доехать до Концева было совсем не так просто. А с другой стороны, она не могла ее увидеть, она боялась. И вот здесь не нам судить, опять-таки, что произошло. Потому что здесь уже сам Господь все рассудил. Ведь когда умерла Марина Цветаева, ее любимый сын, который впоследствии родится, Георгий Мур, домашнее имя, не пошел ее хоронить. Тоже боялся увидеть ее мертвую. И именно потому, что он не пошел ее хоронить, до конца неизвестно место, где захоронено, достоверно, во всяком случае, неизвестно место, где захоронена Марина. Если бы он пошел, был бы свидетель, точно описавший это место. А пока не пошла Марина, не сумела себя заставить пойти похоронить Ирину. Но Ирина преследует ее и в снах, и свидетельства тому ее записные книжки. Хотя бы тот сон, когда она пишет о том, что вот ночью во сне ей снится, что она убегает с Ариадной от татар. Татары в ее представлении, в ее внутреннем мире и художественном мире, это та самая новая власть, которая пришла. Это те самые новые люди. У нее есть стихотворение «Ханский полон». Вот во сне она, так же как и в жизни, убегает от ханского полона. И татары, убегая, они попадают в детский приют, где сидит очень приятная женщина. И интеллигентным, приятным голосом дает Марине померить шляпу. Говорит, татары дали нам эту шляпу. И Марина понимает с ужасом, что она не спаслась. Что она оказалась в страшном детском приюте, в котором то же самое, что и ханский полон. Вот это ее преследует. В записях она говорит о Ирине. Она снится ей. И так как она ей снится, это самое, может быть, жестокое, самое тяжелое для нее наказание и переживание. Ирина, вот они, мои нарушенные законы. Скажите мне, где сейчас моя Ирина? Моя Ирина, так я ее при жизни никогда не звала. Сон про Ирину под заколовок в записной книжке. Держу ее на руках. Вернее, она меня обхватила. Руками за шею, ногами за пояс. Ну, поцелуй меня. Лицо ее прекрасное, глаза ее темные. Золотые волосы, но веселая, здоровая. Целует. Взгляд немножко лукавый. Когда она говорит, скажи, мама, и застывалась открытым ртом. Ма. И вдруг подает мне прямо к губам какую-то движущую стесемочку. Целуй. Брось, Ирина, это гадость. Это ящерица. Какие же ящерица зимой? Теперь соображаю. Держа ее на руках, испытываю такую остроту блаженства, с которой не сравнится ничто. Непереносно как-то. Может быть, это и есть материнство. Марина сама себе не прощает того, что она сделала. О, мои нарушенные законы. Где сейчас моя Ирина? Вот так складывается ее жизнь в Москве. В это время Сергей Эфрон в Белой армии. И он с Белой армии отступает. Сергей Эфрон прошел весь ужас, все отступления Белой армии. Об этом он засвидетельствовал во многих письмах и потом в своих документальных очерках. В Коктебель он пишет Максу Волошину и его матери, Елене Атабальтовне. Дорогие пра и Макс, только что вернулся из армии, с которой совершил фантастический тысячеверстный поход. Я жив и даже не ранен. Это невероятная удача, потому что от ядра Корниловской армии почти ничего не осталось. Сергей Иванович Гольцев, тот самый Гольцев, которого провожала вместе с Сергеем Эфроном Марина, Сергей Иванович убит. Вот как раз Максимилиан Волошин, письмо, к которому Марина пишет. Простите, Сергей пишет. Убит под Екатеринодаром. Брат Саши Говорова дважды ранен. Москвич Богенгард Вселт Александрович, если вы его помните, был ранен в живот и теперь выстрелил. Не осталось и одно десятый тех, с которыми я вышел из Ростова. Для меня особенно тяжела потеря Сережи Гольцева. Ну а походе после. Теперь о Москве. Я потерял всякую связь с Мариной и сестрами. Уверен, что они меня давно похоронили. И эта уверенность не дает мне покоя. Действительно. Но она его не похоронила. Я, как вам говорю, она его ждала. Вот это, позже все кончится хорошо. Это уже счастливые фотографии Праги. Посмотрите, пожалуйста, Сергей и Фрон в верхнем ряду. Но пока до Праги, до их совместной встречи, а это сама Марина, очень-очень далеко. Сергей пытается всеми способами оповестить Марину, что он жив. Он понимает, что она переживает. Просит Макса Полушина, чтобы он нашел как-то возможность передать Марине, что Сергей жив. Я потерял всякую связь с Мариной и сестрами. Пользовался всяким случаем, чтобы дать знать о себе. Но все случаи были сомнительны. Громадная просьба вам. Выдумайте какой-нибудь способ известить Марину и сестер, что я жив. Боюсь подумать о том, как они перемучились в это время. В 2018 году он тоже пишет ей еще одно письмо в Москву. Дорогая, родная моя Мариночка, как я не хотел этого, какие меры против этого не принимал. Мне все же приходится уезжать в добровольческую армию. Не в том смысле, что он не хочет участвовать в добровольческой армии, а в том смысле, что он ее ждет. Он ждет Марину в Коктебеле. Он думал, что она успеет к нему выбраться. Я вас ожидал в Коктебеле пять месяцев. Послал за это время вам не менее 15 писем, которых умолял вас как можно скорее приехать сюда с Алей. Очевидно, мои письма не дошли, либо ваши обстоятельства сложились так, что вы не смогли выехать. Все, о чем вы меня просили в письме, я исполнил. Я ожидал вас здесь до тех пор, пока это было возможно. У меня не было денег. Я против своего обыкновения занимал у кого только можно, чтобы только дотянуть до вашего приезда. Занимать больше не у кого. Денег у меня не осталось ни копейки. Кроме этого и ждать-то вас у меня теперь нет причин. Троцкий окончательно закрыл границы и никого из Москвы под страхом смертных казней не выпускает. С ужасом думаю о вашем житье в Москве. Слышал о неделе бедноты, устроенной большевиками. Дай, Господи, чтоб все это кончилось благополучно. Вернее всего, что добровольческая армия начнет движение на Великороссию. Я постараюсь принять в этом движении непосредственное участие. Это даст мне возможность увидеть вас. Но может случиться, что я попаду против своего желания в отряд, двигающийся в другом направлении. Тогда не приходите в ужас, ежели среди войск, вступивших в Москву, меня не будет. Это значит, что я нахожусь в данный момент в другом месте. Так он старался упредить все возможные события. И насколько все оказалось совсем не так. Ни из какой армии Сергей Фронт не вошел в Москву, а оказался в эмиграции в Праге. И уже спустя несколько лет, в 21-м году, Марина Цветаева получает от него то письмо, которое ждет несколько лет. Ждет, потому что верит, что он жив. И вот здесь очень важно еще и то, что еще одно ее замечание о том зимой 21-го года, когда уже совсем мало надежд остается, но тем не менее остается, моя главная забота сейчас – гнать дни. «Бессмысленное занятие, ибо ждет, может быть, худшее. Иногда с ужасом думаю, что, может быть, когда-нибудь кто-нибудь в Москве уже знает о Сереже. Может быть, многие знают, а я нет. Сегодня видела его во сне сплошные встречи и разлуки. Сговаривали, встречались, расставались, и все время через весь сон его прекрасные глаза во всем сиянии». Вот, по сути дела, так складывается ее жизнь, ее жизнь в Москве. По сути дела, это сплошное ожидание. И то, что она говорит, гоню дни. Она гонит дни, и, наконец, она получает то письмо, которого так ждала. Письмо от Сережи. 27 февраля 21-го года Марина пишет ему. И, собственно, это письмо я тоже читаю, потому что здесь очень важные характеристики того, что происходит и с ней, и с семьей, и с ее домом. Москва 27-го русского февраля 21-го года. Поясню только, что такое 27-е русское февраля. Это означает то, что Марина не перешла сознательно совершенно со старого на новый стиль. Так же, как она совершенно осознанно писала с ерами, как в дореволюционной орфографии. Это был тоже ее протест. Поэтому она везде пишет, вот, или русское ноября, тем самым помечая старый стиль. Значит, вот послушаем это письмо. 27-е русское февраля 21-й год. Мой Сереженька. Если вы живы, я спасена. 18 января было 3 года, как мы расстались. 5 мая будет 10 лет, как мы встретились. 9 лет, 10 лет тому назад. Аля уже 8 лет, Сереженька. Мне страшно вам писать. Я так давно живу в тупом, задервенелом ужасе. Не смею надеяться, что живо и лбом, руками, груди отталкивают то, другое. Не смею. Вот все мои мысли о вас. Не знаю судьбы и Бога. Не знаю, что им нужно от меня, что задумали. Поэтому не знаю, что думать о вас. Я знаю, что у меня есть судьба. Это страшно. Если Богу нужно от меня покорность, то есть смирение, есть пред всем и каждым. Но отнимая вас у меня, он бы отнял жизнь. Мне трудно вам писать. Быть – это все такие пустяки. Мне надо знать одно, что вы живы. А если вы живы, я ни о чем не могу говорить. Лбом снег. Нетрудно вам писать, но буду. Потому что одна миллионная доля надежды. А вдруг? Бывают же чудеса. Все. Ведь было же 5 мая 1911 года. Солнечный день, когда я впервые на скамейке у моря увидела вас. Вы сидели рядом с Лилей, в белой рубашке. Я взглянув, умерла. Но можно ли быть таким прекрасным? Когда взглянешь на такого, стыдно ходить по земле. Это была моя точная мысль. Я помню. Сереженька, умру ли я завтра? Или до 70 лет проживу? Все равно. Я знаю, как знала уже тогда, в первую минуту. Навек. Никого другого. Я столько людей перевидала. Во стольких судьбах перекостила. Нет на земле второго вас. Это для меня роковое. Да я и не хочу никого другого. Мне от всех брезгливо и холодно. Только моя легкая, взволновывающаяся, играющая поверхность радуется людям. Голосам, глазам, словам. Все трогает, ничто не пронзает. Я от всего мира заграждена вами. Я просто не могу никого любить. Вот в половине этого письма, в первой половине, мы слышали о том, что Марина обмолвилась о своей легкой, играющей поверхности, которая радуется людям, голосам, глазам. Все трогает, ничто не пронзает. Это та самая играющая поверхность, отвлекающая поверхность, отвлекающая от постоянной боли и раны ее жизни поверхность. Вторая часть письма посвящена рассказу о том, что произошло с Ириной. И Марина прекрасно понимает, что ее долг, что рассказать о том, как Ирина умерла. Но, чтобы вы не слышали горестные вести из равнодушных уст, Сереженька, в прошлом году в Сретине умерла Ирина. Болели обе. Алю я смогла спасти, Ирину нет. Сереженька, если вы живы, мы встретимся, у вас будет сын, сделайте, как я, не помните. То есть она предлагает ему сделать так, как сделала она, не помните. И обманывается мое себя, потому что я вам только что читала записи ее снов, она помнит об Ирине. Не для вашего, не для своего утешения, а как простую правду скажу, Ирина была очень странным. А может быть, вовсе безнадежным ребенком. Все время качалась, почти не говорила. Может быть, рахит, может быть, вырождение, не знаю. Конечно, не будь революцией. Но не будь революцией. Не принимайте моего отношения за бессердечие. Это просто возможность жить. Я одервенела, стараюсь одервенеть. Но самое ужасное – сны. И вот здесь прорывается то истинное, что мучает Марину, ее боль. Когда я вижу ее во сне, кудрявую голову и обмысканное длинное платье, вот тогда, Сереженька, нет утешения, кроме смерти. Но мысль «А вдруг Сережа жив?» И как ударом крыла ввысь. Вы и Аля, и еще Ася, сестра. Вот все, что у меня за душой. Если вы живы, вы скоро будете читать мои стихи, из них многое поймете. О, Господи! Значит, вы прочтете эту книгу. Конечно, речь идет о лебединым стане. Что бы я дала за это жизнь? Нет, ну это такой пустяк. На колесе бы я смеялась. Это книга для меня священная. Это то, чем я жила, дышала и держалась все эти годы. Это не книга. Не пишу вам подробно о смерти Ирины. Это была страшная зима. То, что Аля уцелела – чудо. Я вырывала ее у смерти, а я была совершенно безорожна. Не горюйте о Ирине. Вы ее совсем не знали. Подумайте, что это вам приснилось. Не вините в бессердечии. Я просто не хочу вашей боли. Все беру на себя. У нас будет сын. Я знаю, что это будет чудесно героический сын. Ибо мы оба герои. Как я выросла, Сереженька, и как я сейчас достойна вас. Вот такой фрагмент письма. Далее Марина рассказывает о Але, о том, какая она стала, как она похожа на Сергея. Похожа и не только внешне, но и внутренне. Действительно, Аля, я уже говорила, это во многом и во многом копия и Сергея, и Марины. Аля во всем подражает Марине. Аля очень развитая девочка. Она пишет такие записи, она так выражается, что кажется, что так не может писать ребенок, которому даже не девочка подросток, а девочка от раковицы. Будучи всего несколько, когда было ей лет, она переписывала, например, стихотворения из Марининого тетради, из Марининого детского стихотворения, для того, чтобы быть как бы ближе к своей матери. Аля действительно во всем ей подражает. Ее письма из приюта показывают не только то, что она подражает, но что она безмерно предана Марине. Это ее маленький друг. Действительно, если девочка, когда ей было года четыре, переписала стихотворение «Рождественская дама», прелестное детское стихотворение, именно полностью понимая свою мать, это говорит о многом. Серый ослик твой ступает прямо, не страшны ему ни бездна, ни река. Милая рождественская дама, увези меня с собой в облака. Вот жизнь этой девочки сложилась очень тяжело. Об этом мы будем говорить подробно в следующей нашей передаче. А пока Аля – это единственное существо, которому Марина считает, что она полностью доверяет и любит, к которой она относится как к своей подруге, хоть это совсем маленькая девочка. Марина получила письмо от Сергея. То письмо, которое перевернет полностью ее жизнь. То письмо, после которого ей было написано стихотворение, посвященное Сергею. «Как по тем донским боям, в серединку самую, по заморским городам, все с тобой мечта моя. Со стены сниму кивот за труху бумажную, все продажное, а вот память непродажная. Нет сосны такой прямой во зеленом ельнике, оттого, что мы с тобой одноколыбельники. Не для тысячи судеб, для единой родимся, ближе, чем с ладонью хлеб, так с тобою сходимся. Не унес пожар потоп перстенька червонного, ближе, чем с ладонью лоб, все часы бессонные. Не возьмет мое вдовство ни муки, ни мельника, нерушимое родство одноколыбельники. Знай, в груди моей часы, как завел, не ржавели. Знай, на красной наруси, все ж самодержавие. Пусть весь свет идет к концу, достаю всеночный. Чем с другим каким к венцу, так с тобою к стеночке. Ну-ка, ты меня охочь, не зевай, брательники. Так вдвоем и канем в ночь, одноколыбельники. У них одна судьба. Чувствует Марина, судьба страшная. Это уже добавляю я, потому что тогда, когда она получила письмо, она полна счастья и решимости ехать навстречу к мужу, который с белой армии оказался за пределами России, отходя из России. В письме Сергея к Марине, его любовь, его верность, и он говорит о том, что он остался жив только благодаря тому, что надеялся на эту встречу. Мой милый друг Мариночка. Сегодня я получил письмо от Оренбурга, что вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродила весь день по городу, обезумев от радости. Из Константинополя в Москву это письмо. До этого я имела об вас кое-какие вести, но вести это относились к осени. Что мне писать вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без вас для меня не будет жизни. Живите. Я ничего не буду от вас требовать. Мне ничего и не нужно. Кроме того, чтобы вы были живы. Остальное я это твердо знаю. Будет. Об этом и говорить не нужно, потому что я знаю. Все, что чувствую я, не можете не чувствовать вы. О себе писать трудно. Все годы, что мы не с вами, прожил, как во сне. Жизнь моя делится на две части. До и после. До явь. После жуткий сон. Хочешь проснуться и нельзя. Но я знаю. Явь вернется. Для вас я веду дневник. Большую самую дорогую часть дневника у меня украли с вещами. Вы будете все знать, а пока знайте, что я жив, что я все свои силы приложу, чтобы остаться живым. И знаю, что буду жив. Только сберегите вы себя и Алю. Собственно, она сделала все и осуществила для того, чтобы соединиться с Сергеем. Следующая наша передача будет посвящена тому, как эта встреча состоялась и как дальше развивалась, чем кончилась. Жизнь Марины. Всего доброго.